Сейчас рассмотрим ситуацию, когда в опционной торговле рационально применять стратегию straddle или strangle, то есть покупка put и call на текущем страйке straddle, либо же покупка опциона put и call на равноудаленных страйках. Зачем это делается? Если прогнозируется выход цены из диапазона, то эта стратегия достаточно рациональна и прибыльна. Для того, чтобы понять, будет ли выход цены из диапазона, необходимо проанализировать фьючерс непосредственно. То есть что мы видим на локальном графике? Мы видим, что было очень большое усилие по количественной дельте, а именно 1270. в одной небольшой свече на закрытие рынка прямо перед клирингом. Второй момент, очень важный, который мы смотрим сейчас, это активное добавление по опционным страйкам. То есть если мы посмотрим на опционные страйки, то 1.24.50 страйк прошло огромнейшее увеличение позиций, и 1.21 огромное увеличение позиций, колы в деньгах. Это за последние два дня. Индикаторы, опционные страйки, прирост за последние два дня. Итак, мы понимаем, что высока вероятность того, что цена у нас пойдет к вот этому страйку на 1.24.50, а также высока вероятность того, что цена опустится к страйку 1.21. То есть здесь находится ключевой момент. 1.21 это также у нас уровень коммерческий, где произошло на 14% увеличение позиций по фондам и также увеличение сильных шортовых позиций на 18% по хеджерам. Это дает нам основание того, предполагать, что вот этот уровень будет выступать магнитом для цены, но также мы страхуем себя от того, что цена здесь действительно после пробоя может дальше пойти на отметку к отметке 1.24.50 либо же вот в эту область. То есть это максимумы, которые были по евро на начало года, то есть на январь месяц. Вот в таких случаях рационально применять торговлю опционами по стратегиям стрэдл или стрэнгл. Всем хорошего дня! На связи!